Приветствую вас на первом циничном канале. Этот сюжет адресован всем тем, кто находится в элементном рабстве. Тем, кто уплачивает алименты или же тем, кто начнет в ближайшее время платить алименты. Знаете, друзья, наболело. Приходит огромное количество писем в личку, в социальных сетях, на почту, и многие из них как под копирку. Развелся, плачу алименты, развелся из-за измены жены. Очень частая причина разводов, измена жены. У кого-то явное, скажем так, со всей атрибутикой, то есть где-то перепихон на стороне. У кого-то, ну, практически явное, то есть вроде бы, как бы, нету этого самого перепихона, но там какие-то переписки с бывшими общения, недвусмысленные знаки внимания и принятия этих знаков внимания. Ну, то есть, там не хватает последнего штриха только. Развелся, соответственно, плачу алименты, мало-мало-мало жене. Но самое главное, никто, практически никто, вот лично, чтобы общался с человеком так плотно, никто не говорил, что сделал ДНК, экспертизу ДНК, а спорил отцовство через суд. То есть, вообще просто трэш. Даже не трэш, что там изменяют. Кстати говоря, изменяют очень часто по одной и той же схеме. Сначала создается семья, где муж, жену, как кошка с собакой. То есть, непонятно, зачем создали. Все не так, все не эдак. Дышишь не так, ходишь не так, не знаю, там, кряхтишь не так, чихаешь не так, там, ешь не так, все не так. То есть, вот просто человек просыпается и видит раздражение со стороны жены постоянно. Каждый шаг, каждое движение, каждый вдох. Вот такой, ну, практически трэшняк полный существует, и потом вдруг бац, у женщины откуда-то берется финансовая независимость. И сразу же измена. Не развод, заметьте, а измена. А развод уже может и мужчина инициировать, может женщина, когда уже, что называется, отстрелялась по полной программе. Финансовая независимость сейчас не обязательно говорим, что это кто-то на стороне нашелся, какой-то там спонсор. Нет. Зачастую это пожертвование тещи. Мама жены может купить ей квартиру. Покупает квартиру, записывает, естественно, на себя, чтобы она не была совместно нажитой. И все. И как бы вот, чтобы ты не полностью там зависела от мужа. Чтобы у тебя что-то было. И все. Капец. Ну, как бы, что значит капец? Конец конца. Потому что то, что было, это тоже не назовешь семьей. Это был длящийся конец. А сейчас это вот конец окончательный, скажем так. Развод. Но развод с предварительной изменой, зачастую. Либо начинаются вот какие-то гульки. То есть, прям вот конкретной измены нету, но вот гульки начинаются и, соответственно, развод. И алименты. Так вот, друзья. Вот это реальный трэш. То есть, огромное количество камрадов заловили жену на неверности. И при этом они покорно выплачивают алименты. То есть, не допускают, что дети тоже в результате какого-то залета на стороне. Смотрите, по статистике, я правда не знаю, откуда эта статистика берется. До трети мужчин воспитывает детей не своих. До трети в принципе. Но давайте вопросом зададимся, где больше вероятности, что такая ситуация сложится. В любящей семье, где действительно там люди душа в душу живут. Или же вот в такой семье, где, ах, блин, не знаю, не так оделся, не так разделся, не так в туалет сходил. Почему долго в туалет не ходишь? То есть, вот в таком трэше или же в любящей семье? В таком трэше скорее будет. Там, где, ну опять же, женщина изменяет, вы же ее уже поймали на измене. Там, где она изменяет или там, где она, ну, по крайней мере, видимо, не изменяет. Где больше шанс? И поэтому, если взять семьи, где, ну, как бы бывшие семьи, соответственно, родители, там, отец-ребенок, где жена, мать-ребенка была поймана на измене, то если в целом треть мужчин чужих детей воспитывает, то здесь две трети. Две трети комрадов, которые развелись с женой, там, неважно, по ее, по его инициативе, за измену, так или иначе, основой стала измена. Я думаю, что две трети воспитывают не своих детей. Потому что если треть в целом, то здесь-то будет концентрация намного выше. И тем не менее, никто ничего не оспаривает. Вот это жесть. Жесть даже не то, что вам изменили. Вообще, не то, как к вам относятся. Жесть это то, как вы сами к себе относитесь. Готовы выплачивать там годами-годами алименты, еще и терпеть, что там мало, все не так, но не оспорить отцовство. То есть, ну да, если вы проиграете, это будет стоить там, ну, тысяч 30, наверное, судебная тяжба, вместе с экспертизой, которую вам придется покрыть. 30 тысяч, друзья, но не алименты за 18 лет. Или сколько вам там осталось алименты платить. И в большинстве случаев, ну, может, в большинстве, может быть, там, в львиной доле. То есть, может быть, и в меньшинстве, но в приличной доле, там, процентов 40. Опять же, если статистике верить. Вы выиграете дело и взыщете эту экспертизу, и не будете платить алименты. И взыщете еще с бывшей, которая пыталась вам алименты впарить. И тем не менее, никто не пытается оспорить. Вот это действительно жесть. Это показатель отношения к самому себе. И знаете, что мне здесь видится? Почему, кстати говоря, основными инициаторами разводов являются женщины? Раньше я считал, что да, как бы матриархат, все такое, женщину не устраивает и так далее. Все там, next. Знаете, что я сейчас думаю? Женщины получаются более смелые. Да, друзья мои, они не боятся признать, что семьи нет. То есть, неважно, почему нет. Может быть, сама и развалила. Но развалила так развалила. Она идет и подписывает, что все, семьи нет. Подает заявление. А мужчина этого боится. Вот в такой семье он будет жить, где все не так, все не так. Женщина получила финансовую независимость, подала на развод. То есть, женщина легче констатирует факт отсутствия семьи. Хотя бы, да, мы сейчас не берем, почему семья отсутствует. Хотя бы и по ее вине отсутствие семьи. Не важно, по ее, по его, не важно. Но она легче идет. А мужчина прячет голову в песок. И так вот, как только вы начинаете прятать голову в песок, что нет, ну, блин, ну, зачем же уж. Ну, скандал на скандале, да. Но семья. Надо семью сохранить. Дети в семье. Надо сохранить. Женщина потом такой ерундой, как правило, не страдает. Ну, статистика, опять же, свидетельствует. Она запросто это все рвет. Как только у нее появляется возможность. Так вот, вы здесь начинаете голову в песок прятать. Предоставляете инициативу женщине развестись. И дальше вы прячете голову в песок. То есть, сначала вы не можете признать, что семьи у вас нет. А то, что сейчас есть, это уже не ваша семья. И не семья вовсе. А потом вы боитесь признаться, что и детей у вас нет. Вот сейчас вы оспорите, да, от элементов освободитесь. Но вы поймете, что вы еще и воспитывали какое-то время чужих детей. И, соответственно, ну, как мне видится, просто прячете голову в песок. Что, блин, уж лучше так. Уж лучше я буду субъективно уверен, что, знаете как, верующие и знающие, они как бы субъективно знают. Лучше я буду субъективно знающим, чем объективно знающим. Зато хотя бы, ну, не полностью меня прокатили. Лишили семьи, но не лишили детей. Очень скользкая позиция. Реально скользкая. Я не думаю, что человек, который узнал, что там 3 года, 5 лет воспитывал чужих детей, вкладывался в них, дети чужие оказались, и теперь он, ну вот, остался там у разбитого корыта. Я не думаю, что у этого человека судьба более тяжелая, чем тот дурак, который даже не попытался узнать, что дети не его, а они не его, к примеру. И, соответственно, он дальше еще там 10 лет на них алименты платил. Здесь, да, горькая правда. Там сладкая или ложь? Говенная ложь, вонючая. Семьи нету, алименты. Субъективно, что вы получаете-то? Вы что, получаете иллюзию семьи любящей? Нет. Вы получаете все равно, черт знает что. Вы боитесь, скажем так, коричневое говно на черное поменять. То есть, ну, все равно это говно. Блин, да, вот голова в песок, да, это все-таки мои дети, я уже привык. У вас сейчас вот это общение в том виде, там, не знаю, по воскресеньям 3 часа. Это вы считаете, что у вас дети есть? У вас нифига нет. Вы уже, в принципе, ваше состояние там, ну, как мужа вы уже посыпались. Как отец, да, ну, тоже хреновое. Очень хреновое. И, скорее всего, они будут воспитаны в антагонизме к вам. Так вот, вы пытаетесь это сохранить. Это, знаете, как вот, блин, реально старый анекдот. Вот, два чукчи сидят на берегу Северного Ледовитого океана, так смотрят туда, там волны. Один говорит, слушай, хочешь политический анекдот расскажу? Он говорит, не надо, не надо, сошлют еще куда-нибудь. Вот понимаете, дальше-то уже некуда, все, капец. Так же и здесь. И, тем не менее, никто не оспаривает отцовство. Удивительно. Поэтому, друзья, все-таки рекомендую подумать на эту тему. Подумайте, что если вы развелись, даже не то, что там за измену, а просто, ну, переписка, к примеру, постоянная. Там, не знаю, на работе какие-то звонки с работы непонятные в 12 ночи. Вы уже женщину заловили на измене. И вы доверяете, что ребенок все-таки от вас? Подумайте. Подумайте над этим как следует и не будьте дураками попросту. Ну вот, такие соображения. Продолжение следует.